Японская национальная песня – сюрприз от ученицы третьего класса Юны Барботька. Встреча с мэром девочка готовилась не один день и приготовила подарки. Тамари – шарики, обшитые нитками, их японцы используют для украшения квартир. Юна сделала своими руками. Ученики 15-й гимназии – финалисты конкурса. В проекте «Одна школа, одна страна» участвовали все 67 средних образовательных учреждений Сочи. Каждая выбрала одно государство для подробного изучения его культуры, традиций, обычаев и спортивных движений. В 15-й гимназии решили поближе познакомиться с Японией. Очень здорово, когда мы сегодня хорошо знаем обычаи, традиции той страны, которая так далеко от нас, но она нам родная, потому что мы о ней так много знаем. Школьники сначала рассказали мэру о японских традициях, а потом засыпали градоначальника вопросами о его детстве, увлечениях и даже о том, какими чертами характера должен обладать мэр. Анатолий Николаевич, расскажите, пожалуйста, над каким качеством вы сейчас работаете? Было время, когда была большая стройка, и я был несколько жестким руководителем. Поэтому требовало время. Я работаю над тем, чтобы я стал еще более, более добрым. Проект «Тайном страны восходящего солнца» вызвал большой интерес у японских СМИ. В период проведения Олимпийских игр 15-ю гимназию посещали журналисты 11 телекомпаний и 3 газет. Японские журналисты были очень удивлены тем, что в нашей школе мы возродили такое искусство, как темари. Древнее японское искусство. В Японии оно практически забыто. Обычаи культуры Японии дети изучали два года. Многие мечтали когда-нибудь ее посетить. При поддержке главы города 7 лучших гимназистов получили возможность побывать в стране восходящего солнца. Игорь Кырпа, телекомпания ФКТ. Я и сам. Продолжение следует.